В Иркутской области жители деревни Новая Разводная сделали невозможное. Они защитили от вырубки 20 гектаров березовой рощи. Восемь месяцев им понадобилось на то, чтобы доказать, что чиновники администрации Иркутского района незаконно распоряжаются землями государственного запаса. 17 гектаров зеленого массива получили предприниматели под создание дачного некоммерческого товарищества. Еще три гектара были выделены под малоэтажное строительство физическим лицам, как продолжение деревни. Это не могло не возмутить жителей Новой Разводной. Вот что говорит по этому поводу местный житель Фёдор Сабиров. «Роща – это самое отличное место здесь, потому что он, как климат, он защищает от ветров. И красота. Всё лето там грибное время. Есть городское население, которое грибы там собирает и отдыхает. Это же роща. Оно дано как природы, а мы его истребляем. Это нет смысла, когда его надо защищать. А кто будет, если мы сами не будем защищать, он же так погибнет. Нельзя это делать. Надо удержать. Пусть он живет вечно». Для жителей деревни Новой Разводной березовая роща – это не только место для отдыха и сбора грибов. Зелёный массив защищает деревню от сильных ветров и выхлопных газов от автомобилей. Рядом проходит Байкальский тракт. Перед выходными на тракте образуется автомобильная пробка, так как иркутяне устремляются кто на дачу, кто на Байкал. Половина автомобилистов объезжает препятствия через деревню. От пыли и выхлопных газов нечем дышать. Спасает роща. Вот что говорит член инициативной группы по защите березовой рощи Виктор Абросимов. «Данная роща – это мало того, что она как кислородный баллон, то есть источник кислорода, но она и как переработчик автомобильных выхлопов прекрасная. Потому что если вот даже мы наблюдаем картину такую, что к вечеру достаточно высокая загазованность, утром встаёшь, всё воздух свежий, и он до середины дня таким остаётся». Жители новой разводной встали на защиту берёзовой рощи в августе 2012 года, когда увидели, что там началась вырубка. Рабочие успели прорубить только просеку под установку столбов линий электропередач. Кстати, даже в мае 2013 года сотрудники восточных электрических сетей продолжали там работать. Они выкорчёвывали пни. Местные жители создали инициативную группу и начали сбор подписей, рассказывает Виктор Абросимов. «Мы обошли посёлок, как говорится, кто был, кого застали дома. И, соответственно, вот эти подписные листы – это есть не что иное, как бы опрос мнения жителей по данному вопросу. И мы собрали более 500 подписей. То есть те, кого мы застали дома, они однозначно поставили свои подписи за сохранение берёзовой рощи, то есть в защиту берёзовой рощи от вырубки. То есть они выразили своё мнение, да». Таким образом, заручившись поддержкой сотен жителей деревни, члены инициативной группы первым делом обратились в прокуратуру Иркутского района. Сначала поддержки от правоохранителей не было. Но когда люди получили на руки подлинные документы о категории и границах данного земельного участка, всё изменилось. Прокурор Иркутского района Вячеслав Бабенко опротестовал постановление мэра Иркутского района, которым он сменил категорию земли. В администрации Иркутского района ошибку признали, постановление отменили. Сначала говорили, что никого наказывать не собираются, однако позже сообщили, что сотрудник, допустивший ошибку, якобы уволен. Документально чиновники не хотят подтверждать свои слова. Но члены инициативной группы на этом не останавливаются. По коллективному обращению жителей деревни Новая Разводная сейчас работает Следственный комитет. В данный момент Следственный комитет проводит проверку по коллективному заявлению жителей поселка Разводная. Но просто ситуация серьезная, достаточно серьезная, и поэтому еще проверка пока не завершена. То есть им предоставлены все необходимые документы. Также приобщен туда документ-ответ из прокуратуры Иркутского района, положительный в отношении ДНТ Вымпел. И мы надеемся на положительный результат. Люди просят следователей привлечь к уголовной ответственности чиновников молодежного муниципального образования, чьи подписи стоят на актах выбора земельных участков для ДНТ Вымпел и для физических лиц, а также под разрешением на вырубку леса для размещения линий электропередач. Более того, жители Новой Разводной требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности должностных лиц администрации Иркутского района, в случае если их вина будет доказана. Екатерина Вертинская, для Радио Свобода, Иркутская область.